Мюнхен, день второй. В столице Баварии продолжает работу конференция по вопросам безопасности. И Украина снова в повестке дня. Выступление президента, украинский ланч и отмена встречи Нормандской четверки. Все подробности в материале Татьяны Лагуновой. Миротворцы ООН на Донбассе как шанс обеспечить выполнение минских договоренностей. Перспективы миссии одна из наиболее обсуждаемых тем в Мюнхене. О ней говорят и в кулуарах, и с трибуны. Это инициатива, которую я предложил еще в 2015 году. И теперь весь мир поддерживает эту инициативу. У Москвы есть шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть украино-российской государственной границы. Развертывание этой миссии, прекращение огня и отвод тяжелого вооружения могут стать предпосылкой для поэтапной отмены санкций. И в этом случае мы, немцы, мы, европейцы, должны предложить инвестиции для восстановления Донбасса. Самое обсуждаемое сейчас предложение – так называемый план Расмуссена. Это отчет, который по заказу бывшего генсека НАТО Андерса Фуграсмуссена подготовил американский институт Хадсона. Предлагается направить на Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН, плюс 4 тысячи полицейских. Мы предлагаем сформировать миссию представителей европейских стран, которые не входят в НАТО. Я бы, конечно, был бы рад задействовать и страны Альянса, но Россия наверняка будет против. Поэтому мы предлагаем такие государства, как, например, Финляндия, Швеция, Австрия. Миротворцев ситуацию на Донбассе и реформы в Украине обсуждали и на украинском ланче. Его уже второй год подряд в Мюнхене проводит фонд Виктора Пинчука. Наши друзья должны понять, что украинцы защищаются от атаки, направленной против всех нас, и что без мира в Украине не будет безопасности и для Запада. В то же время наши друзья хотят быть уверены, что и украинцы учат свои уроки. Мы должны бороться с коррупцией, обеспечивать верховенство права, реформировать экономику, армию. Россия добилась того, что появилась Украина, которая знает свою идентичность, которая стала более объединенной, более прозападной, чем когда-либо ранее. То есть, по сути, вмешательство России приводит не к тем результатам, которых бы ей хотелось, а к противоположным. На ланч заглянул и президент Украины после ряда двусторонних встреч с Генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии, министром обороны США, премьерами Великобритании и Польши. С Матеушем Моровецким Петр Порошенко обсудил и скандальный закон об Институте национальной памяти. Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы прибирать с порядка дня вопросов, которые чувствуют, которые расколют нас, и объединяться вокруг надзвучайно важных для Украины вопросов. Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьерам, и мы найдем понимание. Сейчас Киев ждет рассмотрения закона в Конституционном суде Польши, как, впрочем, и другие страны, которые критиковали документ. А вот встреча нормандской четверки, которую планировали провести на полях конференции, так и не состоялась. Вчера из-за незапланированного отъезда министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Берлин. Сегодня он вернулся в Мюнхен, но согласовать время для переговоров так, чтобы смогли все участники, уже не получилось. Дипломаты, впрочем, просят не строить конспирологических теорий. Четверка сорвалась только из-за логистики и обязательно состоится, но уже не в Мюнхене. Татьяна Лагунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.